Здарова мои шалуны! Вчера вышло очередное обновление, главным нововведением которого стал портал Орелли. Я расскажу и покажу вам что это за контент и ради чего его стоит проходить. Без лишней воды, приятного просмотра! Воспользоваться порталом Орелли можно после завершения новой истории разделившей мир портал. Сама история не несет какой-либо сложности, и даже если не планируете в дальнейшем проходить портал, завершить ее стоит из-за весьма жирных наград, начиная от ядер хаоса, заканчивая фрагментами для усиления древнего тотема. Единственное, что если у вас мало боевой силы вас затруднит прохождение финальной битвы с тремя боссами. Тут я могу посоветовать запастись банками и кайтить от ударов. Прыжок влево, прыжок вправо. Ничего сложного, думаю из 20 косарей бс осилить вполне реально. В принципе мне вообще можно было стоять на месте и спокойно ковырять их на автоатаке. Но как говорится как только не извратишься для контента. После прохождения истории вам станет доступно 3 испытания на каждого мирового босса. Правда посещать их в дальнейшем вы сможете если у вас уровень прохождения выше 30 уровня. Это тоже стоит учитывать. Для нубера вам нужно будет пожертвовать 3 вида ресурсов. Это древесину, железо и кристалл буря, который напомню крафтится в песчаном базаре. Для акзарки же вам нужно будет пройти 50 покорений маскана. Лично я не заморачивался и прошел их в измерении элеона за пару минут. Проходить можно хоть первый уровень босса, так что тут даже у игроков с низкой боевой силой не возникнет проблем. Ну и в задании для Каранды, вам предстоит пережить хотя бы одну волну на 15 уровне пути славы. Вот тут уже как говорится без 5 персонажей, суммарная боевая сила которых будет составлять 97 косарей не обойтись. Так что качаем 5 твинов с основы и вперед. Кстати, если вы еще не знакомы с клановым контентом и имеете мало твинов, могу посоветовать гайд по подсказке, где я говорю какие персонажи наиболее оптимальны для прохождения того же пути славы и прочих клановых мероприятий. Итак, историю прошли, дополнительные задания на боссов выполнили. Поздравляю, теперь раз в неделю вам доступен вход на каждого из трех вышеупомянутых боссов. Проходки будут обновляться в полночь каждую неделю понедельника. Они ничем не отличаются от привычного прохождения по механикам. Правда за место других игроков вам составит компанию лишь ваши 5 твинов. К слову они будут тупо стоять на месте и бить автоатакой, так что не удивляйтесь когда они будут подыхать от пламени к зарке и перьев к ранды. Боссы по атаке значительно слабее своих оригинальных вариаций, так что от 25 косарей боевой силы можно вполне ковырять их стоя на автоатаке. Малышам все так же советую кайтить и узать банки. Скорость прохождения будет зависеть от бс ваших твинов и основы. Потому в ваших же интересах все так и заняться поднятием клановой боевой силы. По наградам за прохождение вы будете получать тот же лут, что и раньше. Особых новых плюшек тут нет. Многие поносили меня говоря о том, что мол клановый контент это фигня. Так вот хочу услышать ваши комментарии снова. Как я всегда и говорил, кланового контента как и персонажей будет только больше. И что не стоит сливать все в основу. Разработчики также упомянули, что они и дальше будут постепенно вводить мировых боссов в портал Орели. Так что не расслабляемся и качаем клановый бс. Пишем комментарии и выполняем ритуал ютуба. Спасибо за внимание, я кончил.